книга открытым оком вопрос 3971 том 28 если какие доказательства того что найденные останки цинских царских старотерпцев именно им и принадлежат отвечает игнает тихонич лапкин никаких до искать их не нужно во второе пришествие христова все восстанут и ни одна волосинка не пропадет кавычки открываются зверское убийство в екатеринбурге в июле 1918 года когда императора николая второго его жены и детей на протяжении долгого времени было препятствием для установления нормальных взаимоотношений руководства советского союза с большинством коронованных особ западной европы в частности сознавая насколько важную роль в государственной системе великобритании играет институт монархии кремль неоднократно заявлял о желательности регулярных контактов на самом высоком уровне в букингемск с букингемским дворцом однако за исключением единичных аудиенции 1956 году по случае приезда в англии хрущева и булангина а в 1967 косыгина инициативы советских лидеров отклика не получали министерство иностранных дел бритали ежегодно 17 июля рассылала всем главам дипломатических представительств в лондоне официальные ноты в траурном обрамлении в память о расстреле в епатьевском доме а королева елизавета вторая чей дед георг 5 весной 1917 года в кавычках под давлением общественного мнения оказал своему двоюродному брату николаю второму в политическом убежище в англии заявила что не примет приглашение посетить ссср до тех пор пока останки казненных без суда и следствия родственников не будут по-христиански преданной земле мир никогда не узнает что мы сделали с ними самонадеянно торжествовал один из палачей царской семьи войков тем не менее в результате тщательно произведенного дознания колчаковский следователь соколов и колчаковский следователь соколов установил что тела венциносных узников были сожжены а отчлененные головы помещены в железные бочки со спиртом упакованы в деревянные ящики и отвезены голощукиным и юровским в москву на первый взгляд по своей чудовищности жестокости и дикости все это кажется неправдоподобным вместе с тем известно что в годы гражданской войны подобный вид отчетности перед центром практиковался довольно широко примеру в запасниках курс камеры в петербурге до сих пор хранятся за спиртованные головы басмачей оказывавших сопротивление установлению советской власти в средней азии традиция подобного рода вещдоков восходит библейским повествованием об отрубленной голове великана голиафа доставленной победившим его давидом израильскому царю саулу обосеченная мечом голове ассирийского полководца алаферна принесенная юдифью в корзине с провизией старейшинам иудейского города витилуи а голове и она крестителя подаренной и радиаде пачерицы израильского царя ирода в начале 1996 года в связи с затеянной администрации ельцина реконструкции кремля и переносом кабинета ленина в горке в средствах массовой массовой информации появилось сообщение об обнаруженной посмертной описи содержимого кабинета вождя в котором значится кавычки открываются банка за спиртованной головой николая второго кстати почти одновременно заговорили и о другой громкой находке спец хране цк кпсс течение полувека пролежал не привлекая к себе внимание череп гитлера тем самым нашел подтверждение приведенный в эмигрантской прессе одним из советских новозневозвращенцев рассказ куйбышева о том как после смерти ленина комиссия в которую входили помимо куйбышева зержинский и сталин был скрыт ленинский сейф и в нем найден стеклянный сосуд с головой николая 2 после недолгого замешательства было решено с помощью арестантов из ого по у замуровать на находку в кремлевской стене а затем ликвидировать исполнителей как свидетелей но сенсация едва просатившись на странице газеты экрана телевизоров своего развития не получила это и понятно в то время уже вовсю набирал обороты маховик компании по захоронению так называемых екатеринбургских останков долженствующие запутать следы преступления также придать событиям почти 80-летней давности хоть какой-то оттенок цивилизованности одной из ключевых фигур самое вопиющее оголтелой и безбожной мистификации двадцатого века оказался сценарист создатель многосерийных фильмов герой героизирующих чекистов полковник милиции гелии рябов будучи в брежневские времена референтом министра внутренних дел щелокова он по заданию последнего начинает в 1979 году некое некие манипуляции с костями на коптиковской дороге близ свердловска однако вскоре погибает щелоков затем уходит в мир иной брежнев и запутанный было в производство сценарий с обретением уже мощей оказывается не востребованы а сенсационном обнаружении сфальсифицированных остатков останков граду и миру было заявлено только в августе 1991 года что ж вполне объяснимая дата в течение семи лет гробокопателя ряда рябов и примкнувший к нему аффектированно паточный сочинитель паточный сочинитель родзинский не путать с саем родзинским который потирая ручонки и давясь от смеха писал в июле 1918 года под диктовку войкова записочки провокационного содержания царственным узникам дома ипать его затем участвовал сокрытие следов чудовищные расправы над ними совместно с провозгласившими инициативную группу государевыми людьми немцовым и аксючичем птицем пытались убедить общественность в подлинности совершенного подлога в поросенков в поросенковом логе это же надо выбрать место с таким названием созданная ими правительственная комиссия по изучению вопросов связанных с исследованием и перезахоронением останков российского императора николая второго и членов его семьи одним из своим одним своим наименованием как бы заведомо давала установку кости подлинные одновременно разрабатывался церемониал погребения призванного по официальным заявлениям стать актом примирения и согласия причем тут же не стеснялись присовокупить даже если это и не останки императора как будто нельзя организовать подобно могиле неизвестного солдата могилу неизвестных жертв революционного беззакония иначе где гарантия того что в скором будущем не объявятся останки александра македонского колумба шекспира моцарта цвета его в конце концов не сумев переубедить московскую патриархию и русскую православную церковь за границей а также невзирая на расширяющиеся протесты и пикеты граждан председатель комиссии немцов волевым решением предписал совершить акты величайшего кощунства захоронить останки безызвестных мучеников высыпальницы высыпальницы русских императоров соборе святых апостолов петра и павла в петербурге при этом с помощью масс медиа был разыгран очередной фарс с непредсказуемостью ельцина по уже заезжему трафарету да да нет да якобы сомнения президента развел разговор с совестью российской интеллигенции академиком лихачевым в результате достигалось искомое провоцировалось охлаждение во взаимоотношениях между президентом и патриархом помимо того что хоронились сфальсифицированные останки государя членов его семьи и верных им слуг всячески принижался статус николая второго как отрекшегося от престола императора он погребался отдельно от монархов умерших на троне а именно в екатерининском пределе собора на его гробе в кавычках на его вместо императорских регалий помещалась лишь сабля и вместо двадцати одного положенного по царскому чину орудийного залпа при опускании в землю гроба озвучало только 12 тем самым игнорировалась разделяемая многими юристами историками мнение что отречение государя было недействительно и от того не должно приниматься во внимание он намеренно отрекся за себя и за своего сына в пользу брата на что в действительности не имел права ведь по закону о престолонаследии 1797 года введенному императором павлом первым трон государстве мог переходить исключительно по мужской линии и не иначе как от отца к сыну накануне 80-летия со дня расстрела царской семьи так называемые екатеринбургские останки были самолетом доставлены в петербург и далее на микроавтобусах с затонированными стеклами отвезены в закрытую для доступа посетителей петропавловскую крепость на следующий день из москвы прилетел и ельцин самнабулический сходя по трапу самолета он оступился едва не сорвавшись вниз вещий знак справедливо опасаясь как бы на улицах северной столицы чего не вышло его собирались перевести из пуговского аэропорта петропавловскому собору на спец вертолете но в последний момент в кавычках мужественно поменяв решение экспортировали по очищенному от прохожих городу на бронированном зеле тем временем в самом самом соборе переменялись переминаясь ноги на ногу дожидались прибытия запоздал запаздывающего бориса второго в кавычках непременные члены демократических тусовок юшенков филатов чита растроповича и саратовский губернатор аятсков старого этого на пару с соломиной вдовой на русовой тут же присутствовали и главные закоперщики немцов с верным русланом оксючица и гелия рябов с разинским в толпе промеркнули лебедь михалков явлинский и среди всего этого присыщенного политика художественного бомонда жалкими статистами смотрелись в очередной раз введенные в заблуждение истории представителей родов романовых в большинстве своем потомки оказавшихся разбросанными по всему свету великих князей совесть которых была отягощена оставлением а то и прямым предательством государя в годину революционной смуты до конца держалась секрете с какого входа в собор проследует ельцин и откуда он будет произносить составленную для него речь оказалась сам вона стоя спиной к иконостасу и открытым царским вратам призывая россии и русских к покаянию за грех цароубийства будто бы россия и русские не были сами жертвами разыгранного словно по нотам заговора оплаченного из-за границы он при этом ни разу не упомянул о своем конкретном грехе разрушенной им самим улики и святыни и патиевском доме ставшим прообразом совершенного им через 15 лет святотатства разрушения самой россии о целости и незыблемости основ которой так родил император Николай II и уж совсем странно было видеть в кавычках первого кающегося грешника страны сидящим во время панихиды в кресле в кавычках благочестиво обеими руками держащего свечку и ни разу не перекрестившегося было ли ему вдомек что покаяние о котором он только что витийствовал сам вона означает многотневный пост молитву очищение своей совести на исповеди у священника и как итог причастия святых христовых тайного оставления грехов в прежние времена согласно церемониалу захоронения императоров гроб с телом почившего до опускания склеп стоял в храме в течение нескольких недель собор круглые сутки был открыт для всенародного прощания проигнорировав традицию нововведение коснулась и дней последующих ныне за входную плату в 5 рублей публике разрешается лишь издали заглянуть в екатеринский предел символично что предоставленная возможностью прежде всего сумели воспользоваться иностранные туристы и среди них был первым 24 летний американский студент английская королева елизавета вторая не дождалась срежиссированного немцом захоронения екатеринбургских останков она посетила россию за четыре года до этого и была без сомнения очарована обходительностью и манерами ельцина шумейка грачева кстати во время визита на ней было ожерелье из жемчуга и бриллиантов украшенная сафиром ранее да она принадлежала матери ее двоюродного деда николая второго императрица марии федоровне спасшейся бегством из революционной россии и вынужденной продать за бесценок фамильные романовские драгоценности давшими и поначалу приют виндзора теперь смеем надеется у королевы елизаветы второй есть повод приехать к нам снова а иначе для чего вся эта мистификация со лжеостанками затевалась кавычки закрыты русский вестник 28 июня 1998 года номер 27 28 страница с 360 по 370 евангелие от луки 11 глава 47 48 стих горе вам что строите гробницы пророкам которых избили отцы ваши сим вы свидетельствуете о делах отцов ваших и соглашаете с ними что они избили пророков а вы строите им гробницы выдавать себя не за того кто есть оборотнем стать не бескорыстно что от обманутого выпрет позже месть и расплата будет рядом рыскать оборотни в милицейской шкуре судьи прокуроры и врачи столько голосов собрали в урны и от вирусов писанием пролечить жизнь двойная артистизм безбожный проведут шутя незрячего папашу в обещаниях пчелка а на деле вошка мод бездельник яшико языком напашет голосом елейным явно есть иаков но ощупая руки все его дела вылезет и сав такая жида бяка не спасет а скинет в бездну зла оборотни страшны повсеместно но страшнее всего они по храму апосте глаголют но едва не треснут святость проповедуя не вылезут из срама с гневом осуждают чье-то сребролюбие под анафему иуду скором предают но с мирскую властью ненасытно блудят и плодят по алтарям искуснейших иуд стукачи предатели чекисты с кличкой адамантов и дроздовых кошелек подрезаю бугрица оборотнем жить весьма удобно расползлось неверья трупным ядом стая лютых серых ведь синод по церковному те оборотни б раскачала ветром пусто звона сноб дух душа и тело сохраняться только по-евангельски в иисусе а таких напоминают святцы оборотни в небо не пропустят 20 июня 2008 год игнатий лавкин